Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Большое спасибо за предоставленную возможность выступить. И хотелось бы отметить, что злокачественная опухоль слюных желез и ультразвуковая диагностика может предоставить какой-то диагностический ряд только при ультразвуковой диагностике больших слюных желез. Но это чаще всего поражающая локализация, это околоушные железы, это подчелюстные слюные железы и этоязычные железы. Основным симптомом увеличения размера слюных желез, когда мы направляем к нам пациентов, это очень гендерный такой ряд, который и включает воспалительные процессы, кистозные, гнойные и врожденные аномалии, и увеличенные лимфатические узлы. И крайне важно определить, является ли это процесс опухолевым или нет. Как уже говорил предыдущий докладчик, опухолевые процессы очень гендерная тоже группа. И, как правило, мы можем определить, чаще встречаются плеоморфные аденомы, визуализировать. Это именно карциномы в плеоморфной аденоме. И опухоль аденовартина, аденолимфома, и, конечно, ряд злокачественных карцином. Мультипарметрическое ультразвуковое исследование проводится, как правило, на первичном этапе, как я уже говорила. Это выявляется образование. Мы можем при ультразвуковой диагностике также помочь наведению при биопсии. Очень важна динамика наблюдения, как над операционной, так и на этапе лечения за этими образованиями. Конечно, магнитная резонансатомография и компьютерная термография – это стандинциальный метод, это перспективный метод, но повышенное облучение иногда артефакта движения мешает уточнить локализацию и узловое образование, каким оно является типом. В алгоритм мультипарметрического исследования сейчас уже входит стандартный B-режим. Это режим доплеровских характеристик, энергетический режим, который определяет микровоскулизацию. И как дополнительные методы в рутину вошли во многих центрах. Это эластография, как компрессионная, так и сдвигаемая волны. Контрастное усиленное ультразвуковое исследование позволило нам в течение трех лет использовать его и выявить определенные критерии диагностики ультразвуковой. Также, как я уже говорил, узи-навигация, биопсия непальпированных узлов. И также возможность в реальном времени использовать ультразвуковую аппаратуру в операционных. В B-режиме используются два типа датчиков. Это датчики секторного типа глубокого визуализации и линейные датчики. И как мы видим на слайде, гипоэхогенно образование в нижней части слайда, которое визуализируется как гипоэхогенно образование, но включение датчика более глубокого расположения, мы видим, что это кистозное образование с определенным включением, которое требует биопсии. Крайне важна форма, контур, структура и эхогенность образования. Но самое главное для наших хирургов – это локализация процесса. Для доброкачественных изменений, как правило, это правильная форма, четкий ровный контур, иногда дольчатый, однородная структура, допустимая кистовидная, и снижение эхогенности. Когда мы видим уже неопределенный контур, и четкие неровные гипоэхогенные и кальцевидные включения, конечно, мы высказываем о злокачественности процесса. То, что я говорила о локализации – это удаленность от кожи, толщина подкожно-жировой клетчатки, отдаленность от капсулы, прорастание, выбухание за пределы органа, глоточный отросток визуализируется только глубоким секторным датчиком от 3 до 5 Гц, и также прорагание врастания в окружающие мышцы, кивательный, жевательный, дубрюшный и составному отростку, и магистральным сосудом. Здесь видно примеры, которые я хотела бы привести, что, в принципе, ультразвуковая диагностика, при отсутствии магнитно-рязвенности в некоторых центрах, нет этой возможности визуализации, все-таки может помочь нашим хирургам правильно указать опухоль и правильно ответить на вопросы, где она находится. Также это же видно на следующем слайде, где определяются рядом сосуды и суставной отросток нижней челюсти. Что может помочь в эскурализации? Конечно, определение микроциркуляции очень важно. То есть, если архитектоника образования не нарушена, если сосуды не расширены, и есть в эскурализации достаточно не хаотичная, то мы можем предположить все-таки доброкачественность процесса. Что и в прошлом веке, и в этом диапазоне мы определяли при данной доплеровском картировании. Эластография – это принятый рутинный метод, это принятый за стандарт уже метод, имеет многие аппараты экспертного типа, применяется для поверхностно-лежащих органов, основан на методе юинга определения жесткости ткани. Как правило, был определен для молочной железы, но сейчас и применяется и в других локализациях. Чувствительность метода, иногда некоторые авторы обладают, что это 100%, специфичность достаточно низкая, потому что очень сложно все-таки на основе этого метода определить злокачественность и доброкачественность процесса, но все отмечают хорошую пульмастическую ценность данного метода. Компрессионная эластография, конечно, как я уже говорила, имеет определенные ограничения. Это зоны некрозы, геморрагии, глубина расположения, кальцинат, опыта. И где-то мы определили коэффициент жесткости, который также может определять возможность диагностики, это около трех. Которые более визуализируют и на ряде статей мы видим, что эластография сдвиговой волны при определении количественного и качественного анализа. Специфичность и чувствительность этой методики достаточно высока, и даже ряд авторов употребляет, что есть достоверные различия плеоморфной опухоли с различием с аденолимфомой. Разрешите представить несколько случаев. Это ребенок четырех лет. Визуализируется узловое образование. Увидели, что есть какое-то образование в правой околошной железе. Такого неодноровной гетерохогенной структуры с большим количеством сосудов увеличен, но при этом достаточно мягкий эластотип и достаточно низкий коэффициент жесткости. При цитологическом исследовании это гемангиолимфома. Также еще один пример. Мы видим нечеткий неровный отчерченный узел в слюной железе. Достаточно маленький, но видим, что достаточно высокая вокруг него сосудистая сесть. И был болевой синдром в анамнезе. Эластичное по сравнению с тканью железы образование. Было также по выполнению МРТ. И это было расценено как при пункционном исследовании воспалительные изменения. И дама 87 лет. Долгое время пальпировалось образование. Наблюдение в течение 10 лет. Мы видим четко очерченное гипохогенное образование в центре слюной железы. С архитектоникой достаточно хорошей сосудов смешанного типа. Достаточно эластичное, как мы видим на эластограмме. И при пункционной биопсии. Это плеоморфная аденома. Дама наблюдается до сих пор, потому что мы видим 87 лет. И операция более не проводилась. Что касается контрастно-усиленно-тросткового исследования. Оно пошло к нам в 2016-2017 годах. Мы использовали и пытались применить имя для исследования именно образования слюной железы. Как и ряд авторов, которые достаточно четко определяют, что мы можем что-то сделать и визуализировать доброкаченность и злокаченность процесса. Это определяется сосудистый тип нарушения воскурилизации. И контрастирование медным раннее и позднее по времени. И динамика вымывания контраста можно определить также на кинетических кривых. Ряд авторов высказывается, что, конечно, сочетание и базовых методик, и компрессиональной эластографии, и сочетание с контрастно-усиленным исследованием увеличивает чувствительность и специфичность метода в разы от 77 до 98%. Когда применяются контрасты, когда мы не можем при почве недостаточно провести компьютерную томографию. Когда у человека есть какие-то металлические изменения в структуре тела или, конечно, холострофобия. Паттерны контрастирования были характерны для доброкачественных типов кольцевидные или однородное заполнение контрастов. И артериальную фазу или венозную фазу при пограничных типах контрастирования, при раках, это были уже неоднородные заполнения контрастов. И хотелось бы привести ряд примеров. Дама определялась, пальпировалось образование в подшельстой зоне, болезненно смещаемое. Мы видим гипохоген образование с воскулизацией по периферии. Достаточно эластотип низкий, 2, с низким коэффициентом жесткости. И введение в артериальную и венозную фазу мы видим незаполнение контрастом данного образования. Что и подтвердилось при магнитном резонансе антомографии. Цитологически это киста с густым содержимым дермоидным. И еще один пример. Женщины 50 лет, пальпировое образование, появился умеренный рост, появление боли. Достаточно жесткие эластотипы, как компрессионные, так и при компрессионной и коствиговой волне с высокими коэффициентами жесткости. Введение контраста в артериальную и венозную фазу мы видим заполнение его быстрым и с достаточно быстрым выведением. Что также это образование было проведено, его неразонансное исследование. И кистологический экоцинома в полиморфной аденомике, злокачественно смешанная опухоль. И еще несколько примеров. Это быстросущее образование, 64 года пациентки. Мы видим гипохогенное с достаточно вариабельным типом жесткости. Артериальную фазу заполнения контрастом неоднородно, с неоднородно-кинетическими кривыми. Было выполнено магниторезонансное исследование, что и подтвердило кистологический ациноподобный рак. И, конечно, еще применение достаточно хорошо, когда мы видим какие-то неизменения в послеоперационном рубце уже после операции. Когда идет рутинное ультразвуковое наблюдение. Мы видим очаг низкой эхогенности, повышенной в эскурализации, достаточно высоким типом жесткости и высоким коэффициентом при эластографии. Но при введении контраста мы видим, что этот участок не заполняется контрастом. И проведение, и вот выполнено было тоже магниторезонансное исследование. Это просто изменение в руце, и был отвергнут диагноз рецидива. И хотелось бы отметить, что место ультразвукового исследования больших слюных желез, а также включающих в себя региональных лимфатических узлов, определено на первичной этапе диагностики. И, конечно, очень хорошо в перединамическом послеоперационном наблюдении. Сочетание всех современных методик, это эластография и контрастного УЗИ, обладает уже большей диагностической специфичностью по отношению к образованию околошной железы по сравнению с предыдущими режимами Б и режимами доплерографии. Специфичность может усиленно быть при случае подозрения на рак, конечно, с тонкоигольной биопсией. И сейчас есть методики, когда мы вводим контраст, и можно определить зону наиболее лучшей диагностической биопсии. И дальнейшее улучшение доступ к операционной методике, конечно, и именно сочетание методик ультразвуковой диагностики с сочетанием мультимодальным подходом с магнитно-резонансной КТ-диагностикой и уточением распространения процесса. Спасибо за внимание. Продолжение следует...